Продолжение следует... Продолжение следует... Свой пик иногда не очень. Посмотрим, что выйдет у Virtus.pro. Но они решили ничего нового не изобретать. Взяли геракопсера, Рубика и Лину. Ну и Лина, наверное, здесь все-таки будет... Блин, вот даже не знаю. Сейчас опять вернулись к этой мете Кор-героев. Да, вот когда Лину ставят в мид. Она, по сути, не намного-то стала хуже. Она по-прежнему все так же больно бьет лагуной. Если Аганим ей купить только там, чтобы удобнее было ультить, надо даггер приобретать. А по-другому-то с ней ничего такого не сделали. Я думал, что ее будут резать с тем, что... Ну, уберут ей там, может, немножечко атаку и поменьше сделают. Потому что у нее... Ну, рейджа, с которой она бьет руками, она очень высокая. И дэмэдж у нее большой. И поэтому для Рины практически нету таких реально супер-серьезных конкурентов в миде. Она там практически любого может либо заспамить драгонслейвами, либо затыкать руками. То есть, по-любому, с ней стоять кем бы ты ни был, с ней стоять непросто. Приходится обузить ботл. А если вражеские саппорты еще и руны контролят, то, ну, тогда извини вообще. Тогда повезет ей на какую-нибудь хасту или дабл дэмэдж. Может вообще тебе закопать, если ты какой-нибудь милишник, там, ДК, например. Ну да. Может быть проблема. Против Лины стоять очень тяжело. Но посмотрим. Вообще, конечно, я так смотрю на этих трех первых героев. И мне нравится то, что они могут быть вообще триплой. Я бы хотел, чтобы все-таки Лина в мид не ходила. Мне не нравятся вот эти Лины медовые. Они какие-то нестабильные. Если что-то идет не так, то... Ну, то есть для Лины нужна доминация. Если доминации нет, то она потом себя не окупает никак. А вот этой триплой, ну, как суппорт, она вполне жесткая. Я не знаю, почему я как суппорта не пикаю часто. Виверна тоже довольно специфичный такой саппорт. Очень часто его можно пикать против большого количества физдэмэджа. Но мы, как видим, у ребят из НИПов в основном один мэджик дэмэдж. И вот еще вот этого Баунти Хантера взяли. Боже, ну, 2ВП, пик мне, честно вам скажу, не очень нравки. Как-то мне вот он не нравки. Я не знаю, мне Баунти Хантер, в принципе, как герой не сильно нравится. Но если только он в харде будет стоять, это одно. Если он будет суппортом каким-то... Или широко отправят в мид Баунти Хантера суппортом. А Виверна плюс еще кто-то... А точнее, получается Виверна соло саппорта Баунти Хантер саппорт, который типа роумит. Это будет полный трэш. Мне такое не нравится. Ну, любые роумящие герои, они в каком-то смысле как рулетка. Они могут зайти, а могут не зайти. То есть, если у тебя получилось хорошо по роумит, тогда да. То есть, ты, можно сказать, был полезен. А если у тебя вдруг не получилось, то что ты потом будешь делать своим Баунти Хантером 4-го левела против 6-го Рубика и 6-ой Лины, например, если они пойдут тебя давить. Поэтому, ну, понятное дело, что очень многое зависит от уровня игры игрока, да. То есть, насколько он хорошо умеет играть там Баунти Хантером, под Мой и прочими персонажами. Но иногда, мне кажется... Ну, не знаю, вот, например, в серьезных матчах я думаю, что мы будем видеть Чена... Ой, Чена, Баунти Хантера исключительно в тех ситуациях, когда соперник пикает Чена, чтобы его сконкнуть. Вот это хороший выбор. А вот просто так пикать БХ, ну, он мид на самом деле очень серьезно напрягает. То есть, он может там курочку подрезать, может с Орбов Веномом подойти. И если у тебя нет эскейпа, да, если ты там какой-нибудь Шэдоу Финт, то даст тебе тычку с Дженадой, и ты не уйдешь никуда. Как бы в этом тоже есть определенные плюсы. Но это все контрится. Вот я к чему говорю. То есть, там, Сентря в мид, курочку там аккуратно по лесам провел, и все. И Баунти Хантер уже как бы не такой опасный становится. Ладно, может я просто не умею его готовить. Посмотрим, что нам Виртус Про покажут. Еще Баунти Хантер хорош в пиках с сильной инициацией и сильным бёрстом. Да, чего мы не видим у Виртус Про на самом деле. Да, вот он реально в этом пике смотрится как вот, вроде как, реально вообще нечем. Ну, то есть, какая агрессия может быть с Баунти Хантером? Никакой. В контру чему-то пикнут, а вроде тоже нет. В общем, реально пик Баунти Хантера вызывает очень серьезное недоумение. И если только какая-то страта есть... ФНГ по-любому что-то придумал. Он очень хитрый парень. Я уповаю на то, что есть идеи у ФНГ. То есть, там, я не знаю, Фобос там, да, кто будет играть на этом Баунти Хантере. Фобос или Лил. Пока что не ясно. Возможно, не просто же он сказал, а пикни мне Баунти Хантер. И он ему пикнул Баунти Хантера. Возможно, в это решение положено что-то более такое существенное, материальное, нежели чем просто желание игрока там какого-либо сыграть. Или желание того же самого ФНГ, просто взять и пикнуть Баунти Хантера. Нипы, кстати, плотно забрали, да. Тут и пак у нас на миде будет, скорее всего, да, все-таки стоять. Или на харделе. Тут, возможно, даже трипла. Гирокоптер, Рубик и Лина. Или еще один саппорт, которого сейчас возьмут Нипы. Может быть, такая будет линия. ВП убрали Дарк Сира, кстати говоря. Интересно, интересно. Не хотели они, видимо, чтобы вот эта вот комбинация была, да. Там, плюс Гирокоптер, плюс Триндаун нормально жгет. И против Белбека тоже Майоншеллами напрягает. Акса забрали Нипы ласт пиком. Ну, тут сколько у нас милишников? Три милишника? Ну, теоретически должно работать. То есть, как бы, особо-то тут Акса на лейне не напряжешь ничем. Так, можно его позонить, там, тычками, молниями или... Так, год у нас на Бристлбеке. Фобос играет на... Фобос, Фобос играет на Баунти Хантере. Лил на Винтер Виверне, ФНГ, естественно, на Тринде. И Лидан на Широкоп. То есть, все-таки фармящий Реширак у нас получится такой. И кор-герой Баунти Хантера. Вот кор-герой Баунти Хантера, он, как бы, немножечко поинтереснее смотрится. Но, все равно, очень часто его тоже не попикаешь, потому что, ну, в основном у нас... Какие игровые ситуации на Хардлейн должен идти какой-то персонаж, который способен инициировать и вытанковывать, да? Там, в большинстве пиков, там, в 80% матчей мы можем увидеть, там, Клокверка, там, Кентавр, Тайтхантера. Или какие-то линии, которые унижают, да? Например, Undying Квапа или Undying Феникс или, там, Феникс Тринд. По крайней мере, в прошлом патче, вот, любили очень Феникс Тринда. В этом, как-то, вот, не хотят. Ну, посмотрим, что из этого получится. Опа, Баунти Хантера нашли. А есть линин какой-то у него? Да, должен быть. Неа. Ну, странно, очень странно. Лина, в итоге, у нас саппортить будет. Это, на самом-то деле, неудивительно. Ее в пабе я очень часто вижу, как соло мид Лину, но вот в Кэптанз Моди я пока что не видел. Поэтому я тут такой вывод сделал, что... Ну, то есть, ее раньше все время пикали в мид, потом перестали, а потом опять начали. Так, а вот это сейчас интересный момент. НИПы могут встрять только потому, что здесь довольно нежданный такой для них момент. Рокет-баражами продамаживает неплохо Гирыч, но его тут тоже очень сильно продамажило. Очередные Рокет-баражи, Году чихать. Он там пытается настакивать-настакивать. Получается убить Лину, получается убить Гирокоптера. И вот шикарнейшее просто начало. Фобос еще и делает ФБ. Можно было бы Фобос еще и Руну отдать, чтобы прям вообще было шикарно. Но Руну отдают Бристалбеку. Не знаю, лучше бы Фобосу отдали. Он бы прям поднял бы себе сходу второй. И был бы крайне таким опасным молодым человеком. Но он будет стоять против Акса. Это провал, конечно, полный. Баунти Хантер против Акса, тем более с тапочком. Один собирался стоять против Триплы. Это БХ. А Акса изначально понимал, что ему придется стоять против Баунти Хантера. Я не знаю, как он это понимал. Судя по закупу, он это понимал. Или он так собирался стоять... Я не знаю, что он там собирался. У него закуп хороший. Ему легко будет стояться. Что там в топе? Тренд с Лич Сидом. Ну, там, естественно, уверены Этот Arctic Burn Прокачен и Лиширочек со станчиком В общем, тут все нормально, можно даже цеплять, убивать Кого-нибудь Рубика Рубик с тапком, кстати Рубик взял тапок для того, чтобы вот этот вот Забег в леса реализовать, чтобы он первый Бежал, подцепил телекинезом И подбросил под герокопсера Вот, поэтому Рубика здесь подцепить не очень Просто, но да, у него в действительности ноль армора У Лины тоже там брони Немного, в общем, саппорты здесь ватненькие Их можно, если подцепить, то убить Но у НИПов достаточно большой урон У них, во-первых, два стана Ну, два дизейбла, скажем так Один стан и телекинез, который тоже дизейблит Можно сказать, на линию Плюс потенциальный берст От герокопсера и Лина с драгонслейвами В общем, тут у них урона немало Поэтому здесь у нас Ребята из Virtus.pro Они, ну, ВП и НИПы играют на топе До первой ошибки, вот кто ошибется, тот проиграет Эту линию, то есть, в общем-то, ситуация равная Можно сказать, что на топе Причем эта Винтер Виверна Она, ну, свой третий скил Вряд ли сможет нормально реализовывать Так как там слишком много magic damage Поначалу, конечно, там и с руки Неплохо наваливают, но Магии там столько, что ого-го И морозить своего тиммейта Такая... Можно и подставить Очень сильно Так, Фобос не один Релитан перетянулся вниз Все, понятно, теперь это не помощь Это просто перетяжечка Меняются линиями Потому что Фобосу стоять баунти-хантером Против акса, это сущий ад Он тут 9 крипов имеет Хотя, кстати, нормально Я не знаю, что вообще, как это получается делать у Фобоса Но он умудряется нормально наваливать аксу Потому что у того, как бы, армора много И регенерация гораздо лучше И еще и контр-хеликс может сработать Фобоса не остановить Просто подходит и тюкает по голове Так, инвизец Пойдет ли гангит? Но он в мид В мид, скорее всего, попытается выйти Есть кол Виртус про видели вообще По идее, у них вард есть Но... Не, должен знать Должен предполагать год Что сейчас на него будет ганг И вот он как раз-таки отступает И нет, возвращается И это колы Возможно, года убьют сейчас Так, у него хп очень много Но да, он очень сильно проседает Пак прыгает Телекинез есть Ливен Армор Пытается выживать Сайленс там совсем мало продамажил Урона прям почти-почти хватило 15 хп, боша, ты мой Чувак, это байт на куру Это байт на куру Я тебе клянусь Там пролетела кура И пак вместо того, чтобы дать спичку в Бристлбека Он ткнул эту куру И она потом полетела И это реально забавно То есть Бристлбек выжил А пак нет 15 хп как раз-таки те самые И пака еще убили, да Это вообще просто полный пипец Сакс пошел нейтралом отдаваться Еще бы чуть-чуть Фобос бы получил фраг Чуть-чуть не хватило Фобосу нахалявить Ну он, кстати, не спешит бежать на топ На топе у нас стоит тринт И ему пока что не мешают там особо Никто его не зонит Дело в том, что саппорты у нас сейчас пытались как-то мид загангать Но загангать Бристлбека Мы прекрасно понимаем, что это задача не из легких Потому что у него он как бы имеет большой уровень Потому что стоит в миде И из-за большого левела у него серьезно прокачаны иглы Пассивка, то есть если ты на него нападаешь Будь готов к тому, что он тебя просто убить сможет Убегая при этом И баунтихантер сейчас начинает роумить У него тапов четвертый левел Этого более чем достаточно для успешных каких-то гангов Например, вот на топ выбежать Ну хотя там Акс на топе стоит Ну не знаю, там в мид возможно смогут убить пака Ну если он арбу как-то потратит Проспамит, например, перед руной Да, в крипов арбой Чтобы пропушить линию А тут, как назло, баунтихантер вылезает со спины И убивает его Да, такое тоже может быть Но Фобос решил, что он будет Акса напрягать Интересно Да, это реально очень странно Пекать за Аксом Пошел, купил себе Когти Ну, повидит Утюк Ёлтангус И давай-давай напрягать Акса Раскрутился разок Акс И уже баунтихантеру похорошело Уже вроде как особо драться не хочется Так, кличсид Ливен армор повесил С ручки, с ручки, с ручки наваливают Шурикенчик сейчас будет Второго левела Нужно еще пару тычек сделать И тогда кидать шурикен Тогда он уже точно отъедет Эть, 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 мансы, мансы Больше нечем мансовать Нечем проедать деревья Убивают Не мытьем, так катанием этого Акса Убили, и снизу еще гирокоптеры убивают Вот так вот Обалдеть Разошлись что-то виртус про Тут виртуса просто уже переигрывают На самом деле Вот если мы на предыдущей карте Карте видели то, что НИПы отвратительно пикнули И у них ничего не получалось сделать Здесь виртус про просто обыгрывают Вообще по-разному Они и на руне сыграли лучше И лейн стадию Вот сейчас пока что выигрывают И на гангах тоже успешно Ну, то есть контргангуют И сами гангуют То есть вовсе По всем, скажем так, параметрам Виртус про сейчас наголову выше своих соперников И такими темпами эта игра тоже может закончиться Очень быстро, к сожалению Но, друзья, у нас сегодня еще запланирован один матч Это Бернен Юнайтед против Вега Там будет намного интереснее Более чем в этом уверен Вега Да, да, там будет очень интересно Будет жаркая борьба таких двух команд Которые тоже претендуют у нас на победу в квалификациях Которые начнутся через неделю С понедельника, если мне не изменяет память Но... А, нет, нет, нет Это же европейские квалификации Они не через неделю начнутся Они позже Ну, смотрим Сейчас будут убивать Эру Приходит Лил Ну, тут одного лишь шага, в принципе, практически было достаточно Лил там какой-то дэмэдж внес А, ну он заласхитил, между прочим Что самое веселое Опа, есть хорошее замедление Еще замедление И потом еще замедление Залину замедлили в такую салатину Что просто ужас Лил пытается... Ой, Лил, господи После прошлой игры Лил играл В общем, тут отваливается еще Рубик Опять у нас идет очень-очень жесткий Очень жесткая доминация со стороны Virtus.pro Вот Там даже каким-то чудом Баг погиб от Бристлбека Год за ним за Т2-вышку побежал Ну, хорошо, что Акс сделал телепорт И просто ультой его разрезал Так бы это было бы очень обидно Первый фраг команда НИП делает на седьмой минуте Проигрывая при этом еще Ну, можно сказать восемь Потому что один из фрагов у Virtus.pro Это суицид Акса Там в нейтралах Там за него, в общем-то, в Virtus.pro Ничего не получили Но, тем не менее Статистика есть статистика Фобос Катапульту Так вот это самое Подчеканил И отступает Фобос шестой левел Фейзе У него по NetWars Я думаю, что не самая плохая ситуация У него топ-3 по NetWars Вот тебе и Баунтихантер Попыт убить Элидана здесь Качается Ливенгармор Он горит Этот Элидан наносит дэмэдж И неужели Эра еще и Рилу здесь Сможет забрать Да, и вот он Та самая Виверна Которая вроде как О, кстати, Лил шарит Видите, что он вкачает Он Максит Артикберн В отличие от некоторых неадекватных Виверн Которые второй справа Максит Вот Есть такие Виверны Ну, это знаешь До поры до времени То есть Пока герой В Кэптэнс моде Не пикается Люди вообще играют Кто как хочет Да, или там Пока Когда кто-нибудь на стриме Или в CM Покажет какую-нибудь Крутую игру на этой Виверне Все сразу же начнут копировать Этот стиль Как со шторными спиритами Да, с эсэфами Вот этими вот Юлами, меками и так далее Вот Люди вот так вот Обычно Перенимают опыт Скажем так В пабах игры От профессиональных игроков От стримеров Каких-то, кто Свои пабы стримит Да, там Скажем, всякие Нотейлы Дэнди Вот Дреды Хотя Дред сейчас очень редко стримит Понятно Почему, конечно Ну что Виртузпро навалились На Т1 вышку сверху Год здесь с дабл дэмэджем Забирают Т1 на топе Акс ждет Чего-то ждет В общем, он видимо Хочет убить Теледана Но один с ним совершенно никак не справится Это точно Даже если он В такой хорошенькой пачке Крепов его сагрит Ну, во-первых Потому что он его так не сагрит Ибо Лешрак очень быстрый персонаж У него 375 мс И он убежит в любом случае Ну, вот тут подходил у нас Рубик Но Все у нас понял Все у нас понял Лешрак отступил Не стал подходить быстро К Т1 вышке Баунтихантер, Тринт и Винтер Виверны Сейчас на топе бегут Втроем У них тут Два инвиза на троих Грубо говоря И на самом деле Тринт мог бы даже дать Лилу инвиз При необходимости И неужели они будут Пытаться убить Эру Прям вот под Т2 вышкой Есть ли тут хоть кто-то Кто сейф ТП сделает У Лины еще нету шестого уровня Баунтихантер заходит за спину Тут много крипов Вешается трек Пошла лидышка И Эра здесь просто погибает Он, конечно, нормально отстреливает В итоге Фобуса спрятали Он не ощущает Да, Фобуса вроде спрятали А Фобус все равно по идее отъедет Да, так и есть Эта лидышка Она не особо спасает Слишком много Мэджик дэмэджа Ну, нагловато здесь, конечно Немного играет Виртус Про Слишком далеко заходит Год пытается уйти с телепорта По идее Уйдет И ПНГ 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 вроде тоже спрятался Размен Размен, конечно же Был благоприятный Для Виртус Про Они сделали Несколько фрагов По трекам Но они два фрага сделали Не знаю, сколько было треков По крайней мере Я вижу в Fight Recap только один Ну, то есть герокоптера убили по трекам В любом случае Плюс это кор-герой Ребята отдали Ну, bounty hunter тоже можно сказать Кор-герой У него левел Не самый маленький Ну, в общем-то В любом случае Виртус Про здесь благоприятно Разменялись Потому что у них в этот момент Фармил Олидан Который себя тащит уже Курьером Point Booster Не то, чтобы это много Для десятой минуты Но вполне прилично Soul Ring Аркантапки Point Booster Скоро он докупит себе Blackstone И вот здесь Я не знаю Будет ли он покупать Glimmer Cape Тоже достаточно популярный Артефакт на Виртусах Здесь у Нипоп Как ты верно Подметил Практически один Magic Damage И Glimmer Cape Будет очень-очень хорош У Билипака Просто застанут Просто застанут У Билипака Прыгает Да, Игорь есть Так, ну или там тоже Слетает за секунду Так что здесь Виртуса На самом деле Особо расслабляться не стоит Они там нормально тоже отдают Но слишком много уже наваливает Год Слишком жесткий у него дэмэдж Под треком От него уже никуда не деться Забирают Акса Попыточка будет еще взять На самом деле Рубика Да, Рубика получается убить И Год Но если он лицом пойдет То ему там влетит много урона Надо быть поосторожнее Он все равно бежит И вообще ничего не останавливает Спрей еще тычку Нет, спрей не успел Еще один заюзать Кулдаун Кулдаун Не позволил Байбэк сделала Лина Хорошо, что хоть не погибла Потому что Так неприятно Когда ты делаешь байбэк И погибаешь Но она кстати там В общем денежку Не сильно потеряла Видимо Парочку фрагов смогли сделать Снипы И там за ассисты Получила Лине Деньгу Сейчас за ней Кстати говоря Продолжается погоня Обновляют трек Элидан бежит очень быстро Сейчас войдет в АОЕ трека И побежит еще быстрее Судя по всему Да, вот Побежал быстрее Правда получил стан И тут уже за Линой Как-то не хочется бежать дальше Прям совсем во вражеский лес Но походу Элидану все равно Он заходит Дает стан Попадает им Начинает гореть Прыгает так Сагрит Но альшрак по-прежнему горит Лина практически погибла Ну Элидан вот Он один туда пошел То есть Насколько уже Virtus.pro по-хамски Да Относится к сопернику Заходит Фобос Вешает трек Тюрикен еще в хрипа Повесил чтобы накоцать Его Акс прыгает Сэвит Ультует ФНГ Расстреливает Тера Чопают Баунтихантера Здесь еще заходит Гот У нас пошла Ледышка Ледышка замедлила И накоцала На самом деле не слабо Но Гот походу сейчас разберется Сэр Если тот не успеет сделать тапаут Спрей Все таки успел Гот Убить Гирокоптера Блин Как вот плохо начинается драка для Virtus.pro Казалось бы Они все равно из нее выходят победителями И причем не просто победителями по фрагам Но еще и треки Которые вешают Под треком да Самое главное то что треки Ханскин все таки с горя пополам Он смог ультануть Сделал фраг Ну теперь ему здесь уже ничего не поможет Вообще ничего Разрывает его тоже на части Так а тут маны 9 стиков 9 стиков Прижимают эти стики И ускакивает под тавер Телекинез Гот Пошел 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 Где сюда В этой каточке я говорю он год фанится В той каточке фанился у нас Иллидан В этой год Да Оказались не по зубам походу Виртус про Для непов Тут конечно еще Не спешат не подписать гг Но что то прям как то совсем они расклеились То ли после первой игры то ли В принципе нашли еще Пак у которого нету ни на что Маны у него нету ни на телепорт Ни на арбу ХП у него мало Сейчас зарядится Арктик Берн И полетит У нас Лил Вот все вижен дали Или Алло Лил Не пролетел мимо Пака Поэтому не удалось его там убить Там откатилось чуть-чуть Ну то есть от Ригени Лосмана Он прожал телепорт и выжил Ну хоть Пак выжил Хоть что то радует в этой игре Нипов Скорее всего Потому что если бы еще и Пак бы здесь закинул Дуба врезал Было бы вообще прям грустно Нашли Года Год был в инвизе Кстати говоря Ну тут центр Заставляет Года выйти Слушай, а по зубам он им? Не? В чинву вообще Да В лицо ему наваливают очень много И вот это Было Да Был бы хоть кто то здесь еще Из команды Виртуз Прон Наверняка все бы это очень плохо кончилось Отличный ульт от Лила Еле-еле живой акс Или все таки нет Акс походу не живой Очередной фраг под треком Пак тоже погибает У нас тоже под треком Байбекается Акс Есть ли у него телепорт Телепорт у него в пулдауне Он пешочком бежит Бежит до этой треки Пешочком Эра здесь уже погибает Акс Поджигает Лила Елидана Все таки никуда Не денется Обманщик Обманщик Вот тут уже год Боже, что за игра Ребята просто с респали Задраться Йонас Афан Ходит телепортом По Бристаллбеку попали А здесь Бристаллбеку не хватает контроля Какого-то Не знаю, был бы у него Но Самый дешевый контроль Наверное, это Юл Да, вот в такой ситуации И самый стопроцентный Потому что Башер там может не сработать Абислблейд И не купишь Вот А какой-нибудь Юл Просто купил И Кто там телепорт делает? Заюлил типа Поражал ему пару соплей И Никуда он уже не уходит А самого Года Убить тоже очень тяжело Вполне такая нормальная ситуация Для тех же там Бладсикеров Да, которые Очень часто сейчас начинают Пикать Тоже в пабликах Я уже наверное Игр 8 сыграл с Кэри Бладсикером Какие-то выиграл Какие-то проиграл, конечно У нас тут разворачивается драк И не дают времени Даже Блин, как же этот Шурикен Неплохо летает Как-то треки висят Как надо Просто кидает Шурикенчик И он такой По-по-по всем Ну что-то разорвали На части Баунтихантера Теперь уже слово за Тиммейтами Фобоса Но походу Эти товарищи тоже приплыли Хороший ставит Ультимейт Виверна Поможет ли этот Ультимейт? Да, вполне неплохо зашел Год разваливает Одного-второго Делает даблкил 14 на 2 А блин, у года все замечательно Только Единственная проблема То, что каждый раз Когда они отдаются Они Блоку золота дарят Вот тут вроде как Ты 30 на 17 имеешь Сколько там статистика По NetWars НетWars 10 тысяч преимущество По XP 3 тысячи Ну Как-то Не знаю Вроде Убивает под треками И вроде статистика 30 на 17 Но Несмотря на это Один хрен Графики не такие уж Прям Жесткие Когда ты убиваешь под треком 30 раз Ну ладно не 30 Там Ну 17 может быть фрагов Было по трекам Я думал, что преимущество Будет поболее Ну да, в такой игре Когда ты просто делаешь фраги И не забрасываешь Ты бы уже имел не 10 тысяч А все 20 скорее всего Но ребята из Virtus Pro Не ищут легких путей Они идут драться И Разменимость там под треками Они конечно получают больше Чем теряют Но все же Но все же Самое приятное то, что они еще при этом пушат То есть Вспомни, когда последний раз Нипы за речку забегали Тут Постоянные драки У Нипов просто нету времени Куда-то пройти Где-то что-то поломать Не то, что сил У них даже банально времени нету И Линии все постоянно пушатся Лишрак тоже Очень быстро ломает Лишрака Шесть зарядов в Bloodstone сейчас И вот такие массовые драки Они Очень на руку Виртус Про То есть У них помимо Bounty Hunter Теперь еще и Bloodstone появился И даже если Иллидан там грубо говоря Ну Переживет там Троих Игроков команды Нип Потом погибнет сам Все не так уж и плохо у него По итогу будет Потому что он золото апнется Треков очень много И Bloodstone По сути Ну как-то не уменьшится Количество зарядов В его Bloodstone Рошан Атакуют сейчас Виртус Про У них есть Медалька есть Бристлбэк Который также снижает армор Это Аегис Я надеюсь не для Года Для Иллидана скорее всего Да Года тут по-моему и так Ничем не убить Он может хоть Хоть против пятерых драться Его там за секунду сберстить Точно не дадут Ну если только Подагр Акса ему в лицо там Накидать Рокет Баража и Лагуны Дрэгон Слейва Может быть тогда что-то получится Сколько у него там хп? 1700 хп Плюс у него еще кстати худи есть Вот этот вот На маг резист И попробуй его убей Этого Бристлбэка Он себе кстати говоря доделывает Пайп Напали на Эру Эра Он не имеет ничего У него какие-то рандомные артефакты Огрклапы Вот этот шлем на армор И хп реген куплен То есть по сути у него Ни драмов нету Ничего Ни Доминатора Ни БКБ Ни Сенжин Дьяшин Просто Санджи Он просто голый Как это по-другому не называет А так и есть Два даггера появляются у команды НИП Кстати говоря Обратите внимание Один на паке Другой на Рубике Но если и сейчас ничего не получится сделать У НИПОМ Надо дождаться каким-то образом гирокоптера Ну дождаться до него дождутся Есть фортификейшн Рубик ворует Что это он ворол? Диаблик Диаблик кстати 3 левел Не такого уж и маленького Ну что надо ждать гирокоптера И влетать в эту драку Д3 упала Глиф не стал лежать Виртус Про Точнее Виртус Про Не пыть не стал лежать Глиф пошла пайпа Фобос дает трек Который отлит Слушай этот чумовый какой-то трек Вон там линия Сбрил вообще почти Тринута Вот это просто понимаешь Такое бывает крайне редко Что на всех весят треки Ты можешь подойти кинуть свой Шурикенчик так спокойно Редко такое бывает Хороший булдаун Пошел Очень хороший файт Может быть От не поп Но Проседает один Проседает второй Есть байбэк от Рубика Пытается взять гирокоптер Еще буквально пару дычек Готт кстати тоже очень сильно просел Надо разворачиваться спиной Отойти Отрегениться немножко И Добрать бараки Подстрял Ханс Ну Успеет заюзать Да Успеет заюзать Ультимейт Или Шурка сразу начинает сэвить Отрегенивается Он здесь неплохо под этой ледышкой Барак падает Ну вот знаешь Смотришь на эту игру И понимаешь что Виртус Про Прям на голову на голову сильнее И несмотря на то что они Они реально играют на самом деле Прям очень очень нагло Дерзко И отчасти на расслабоне Потому что Оу Если бы они Не играли на расслабоне Я думаю они бы сейчас Столько фрагов бы не отдали Вот это вот очень очень наглая игра Со стороны ВП Она прям Бросается в глаза Нипы видят что Они беспомощные И ничего сделать не могут И как бы Ну не сдаются только потому что Хочется как то хотя бы Ну Хотя бы немножко потянуть игру Там до 30 минут что ли А то прям уж совсем пипец Обыдно наверное По 15 минут то проигрывать Главное чтобы для Нипов Это не стало Ну Каким то вот Надгробной плитой Если позволите так сказать Потому что у них скоро Очень ответственные матчи И им нужно Не пасть духом Не пасть моралью Это Важный момент на самом деле Ну продолжается у нас Возня Ультует ФНГ Отлично Конечно уже вне базы Команда Ник не имеет абсолютно Никаких шансов Фолидан под ледышкой Слушай вот этот вот тоже Трин протектор вместе с Виверной Даешь ледышку Даешь армор И ты вообще ничего не можешь Сделать человеку Ну конечно это при такой Доминации Но тем не менее Металь повесили на Акса Акса отбегает Выбили Оегису И Лидану И Лидан заспагнулся Получил лагуну Жмёт сидит у неё 12 рядов ладстоуна Он лечится под пайпой Под ледышкой Ультует Виверна в Ханскена Рубик пытается Эту Лину сейчас Свою собственную Союзную замесить Дэмэж он конечно внёс немного Но зато задизейбляли Лину Вот Винтер Виверна не самый плохой персонаж У него такой отличный дизейбл То есть точечный Ты просто нажимаешь кнопку Нажимаешь на человека И он просто дизейблится Да И там ничего у него не летит Там да Никак по сути там особо Инста Да Главное на рейндж подойти и ты Угу 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 Ну да Приятная на самом деле Штука есть у этой Виверны Но вот мы видели Как команда Virtus.pro заюзала Винтер Виверну Посмотрим станет ли это Каким-то сигналом для других команд Юзать эту Виверну Может быть чаще Может быть кто-то её уже использовал Да жалко что матч кончился очень быстро У нас